Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сегодня, как уже на последние месяцы, мы связываемся с нашими экспертами через Zoom. Сейчас у нас на прямой связи выходит юридический советник Балтийской ассоциации транспорта и логистика Эрикс Пулая. Добрый день. Здравствуйте. Да, я знаю, Эрик, что вы сейчас в последнее время много занимаетесь как раз вопросами транзита, логистики. Как вам кажется, ваше представление о том, в какой ситуации сейчас находится сфера транзита и логистики, если мы смотрим по цифрам, ну, пока ситуация, мягко говоря, безрадостная. И с точки зрения оборота в портах и перевалки грузов по Латвийской железной дороге, как вы это оцениваете? Ну, это, да, вы правильно сказали. Спад, это, мягко говоря, что это спад. Это, в принципе, я могу назвать ситуацию в транзитной отрасли, логистики и перевалки в грузов катастрофически. И потому порты очень много сейчас, то есть частные порты очень много делают для того, чтобы привлечь грузы, разные виды грузы, в том числе и заканчивается работа на том, чтобы и какие-то вернуть обратно уголь российский, потому что продавцы это частные компании, перевалка тоже частная компания. И, к сожалению, политику связывают с бизнесом, и мы вот видим, что нам начинаются какие-то административные предприятия, ну, например, в российской железной дороге, если касаемо угля, не дают вагоны. Ну, вот спад идет, он связан с экономией, с глобальной экономикой, плюс, да, есть какие-то административные препятствия. И вирус, конечно, влияет на всю перевалку, но, несмотря на эту сложнейшую ситуацию, мы ищем партнеров. И я вот недавно сейчас вернулся из Белоруссии, где у меня было ряд встреч, чтобы понять, как они смотрят на латвийские порты, стараться какие-то грузы достать для Латвии, чтобы все не ушло на российские порты. Ну, мы работаем над этим, и особенно в принципе. Да, вот я тоже посмотрел в фейсбуке вот вашу поездку в Белоруссию, в Минск. Ну, в принципе, это, скажем, такое весьма было смелое решение с учетом вот той ситуации, которая вообще складывается в взаимоотношениях Белоруссии с Европейским Союзом, к сожалению, с Латвией в частности. Как вас там принимали? Я так понимаю, что вы тоже с коллегами из транзитной отрасли общались, да? Да, ну, принимали меня хорошо, жаловаться не могу. Мы политику не обсуждали, они согласны с моим мнением, что мы хотим заниматься бизнесом, и из-за этого мы общаемся на бизнес-уровне. И да, были разные встречи, были встречи и лесной промышленности, ну, людьми из лесной промышленности. Были неофициальные переговоры, связанные и с нефтепродуктами, но в том числе немножко затронули Министерство транспорта Белоруссии. И я думаю, в ближайшее время связаться с нашим министром, передать их настрой, что, в принципе, Министерство транспорта Белоруссии готово продолжать диалог, искать разные предложения для улучшения транзитных потоков. Они эту работу как бы не забросили, несмотря на договоренности между Россией и Белоруссией, нашими нефтепродуктами, которые должны идти через Россию. И я думаю, что и Латвия тут может найти свою нишу нефтепродуктов. Плюс, если мы активно с латвийской стороны поработаем про инфраструктурные платы, я вижу возможность какие-то грузы вернуть обратно в Латвию. Ну, в том числе, например, я, как пример, приведу калийную соль. Раньше через Бенспилс 4-5 миллион тонн в год калийная соль переваливалась. Сейчас практически это, ну, не скажем, что ноль, ну, где-то 300 тысяч. Но это несовременно, как раньше это было. И я вижу, что если мы, например, начнем сегментацию вот тарифов или инфраструктурной платы, из-за этого будут разные тарифы, ну, то есть ниже. Если мы покажем в латвийскую сторону хорошую математику для груза, потому что груз течет туда, где математически выгоднее, если у нас будет хороший тариф, хорошее качество, то, что мы уже сейчас обеспечиваем наши терминалы, то, в принципе, мы можем побороться, несмотря на все эти политические сейчас, ну, разногласия и осложнения между государственными. Да, вот не могу не спросить ваши впечатления от вот такие, может быть, такие житейские, от поездки, допустим, в Минск. Что-то можно, поскольку у нас, ну, особенно в пандемии, давно люди не были в соседней стране, там цены как-то сопоставимы. Вообще, как там вот такая вот житейская ситуация, на ваш взгляд? Ну, житейская ситуация, как и всегда была в Беларуси. Ну, если вы спрашиваете меня по ценам, конечно, там цены дешевле на еду, на воду, ну, по сравнению с Евросоюзом. А то, что касается вирусных вещей, надо соблюдать те же самые условия, что и у нас. Ну, при входе в магазин, там, маска надо надевать, надо соблюдать дистанцию, мыть руки, об этом предупреждается. Все это надо, но магазины работают, все работает. То есть в этом плане таких вот ограничений, как у нас, там все-таки нет, да? Ну, то, что касаемо магазинов, да, магазины работают, кафе работают, спортивные залы работают. Ну, с учетом всех эпидемиологических условий, там, нельзя скапливаться, руки мыть, все перчатки, но вот это соблюдают. Да, что касается вообще вот транзита, мы знаем, что есть разные мнения, в том числе и Министерство сообщений, которое, когда комментирует вот эти катастрофические, как вы правильно заметили, вот эти данные по перевалке грузов, они говорят, ну, это объективный процесс, политика политикой, но Россия целенаправленно готовилась вот к этому переходу, переводу вот этих потоков грузов на свои отечественные порты, в частности, Усть-Луга, Приморск, и вот в результате, когда вся эта инфраструктура была создана и заработала, вот она перенаправила грузы туда. Вы согласны с таким вот в какой-то степени вот таким фатальным выводом? Ну, политика российская, это, ну, такое, ну, конечно, логично, когда государство старается свои грузы перенаправить в свои порты и развивать свои порты, свои города, инвестировать. Это такая, ну, логическая цепочка, которая уже началась давно. Но, несмотря на это, мы видим виды грузов, которые мы можем все-таки продолжать обслуживать. Тот же самый, если мы говорим про Россию, вот российский уголь, ну, вот российский частный продавец продает частному покупателю и частный терминал готов обслужить, и есть много покупателей угля, которым все равно лучше грузиться в Энсплассе, например, потому что судно тут быстрее доходит, и с Энспласса Европу быстрее уходит, чем идти вверх в услугу. Ну вот, несмотря на эти заключенные контракты, российская железная дорога, нам так кажется, нам препятствует, например, подача вагонов. Мы этот вопрос поднимали Минтранс и в Латвии, и Минтранс в Латвии начал этот вопрос решать. Если вы помните, это написанное письмо российской железной дороге, о этой проблематике. Так что, если касается вот угля, да, Минтранс старается нам помочь. То, что касаемо других видов груза, то, что касается, ну, не все продуктов, ну, у нас большая часть идет с Белоруссией. Вот тут нам надо вот работать с ней, с Белоруссией. Ну, по каждым видам продукции, это каждая другая страна, так я бы сказал. Ну, если вы спрашиваете, из-за политики, ушли из Латвии грузы, ну, мне трудно сказать, но в России, например, железная дорога, там, тарифная политика немножко другая. В каждый порт, каждый российский порт, одна же, та же самая инфраструктурная плата. Если бы латвийская страна сбросила инфраструктурную плату, снизила, то, конечно, математически это сразу конкурентоспособный коридор у нас появляется. Так что, ну, тут надо и латвийской стране поработать. Так нельзя говорить, что это логическая политика, и мы тут ничего не можем сделать. Нет, мы можем, мы можем побороться с ценой. То есть это, в принципе, то, что ваши ассоциации, я помню, уже неоднократно, и в предыдущие годы, пока еще ситуация не была столь драматичной, я помню, что вы выступали с такими предложениями. Выступали, выступаем, и сейчас мы этот вопрос поднимаем. Мы уже давно предлагали сегментировать инфраструктурную плату, чтобы она была разная, ну, на те продукты, которые вообще не идут, вообще снизить там до, ну, может, не до нуля, но на половину, например. Это все равно у нас получается по некоторым видам продукции, ну, как калийная соль, ноль. Ну, почему бы не сделать инфраструктурную плату для калия вместо 11,50, а это железные километры железной дороги, ну, например, на 6 евро, на 5, на 2 даже. Это значит, чтобы привезти калийную соль в Латвии, эта тарифная ставка будет очень маленькая, и, значит, очень веганно будет сюда ввести. Ну, почему ее не снизить? Ну, пусть она уйдет сюда. И этому мешают три политических документа, которые надо изменить, и, в принципе, ну, там мы будем сейчас на очереди еще активнее настаивать, что в это направление надо смотреть. Вместо того, чтобы субсидировать железную дорогу, которая уже где-то истратилась, да, 70 миллионов, но уже истрачена, почему бы нельзя было перереструктиризировать вот эти все платы и посмотреть, чтобы хотя бы что-то шло сюда, вместо того, чтобы вкладывать. Вместо того, чтобы субсидать вложенные деньги. Да, еще вот хотел спросить, что касается вообще партовой инфраструктуры, мы знаем, что министерство сообщений, ну, готовит, и коалиция даже дала зеленый свет. Все-таки спустя довольно длительное время такую очередную реформу партов. Правда, там не все так однозначно. Я так понимаю, что сами представители партов не в восторге от этой реформы, но там предлагается все-таки поделиться, если так можно сказать, вот какой-то ответственностью с самоуправлениями. Как вот ваша ассоциация оценивает вот этот проект реформы? То, что касаемо портов, реформировать порты, уже давно было пора. Это, и с этим никто не спорит, и с этим все согласны. Только вопрос, как реформировать и как сделать эффективные работы портов. И тут очень важная синергия между сторонами, как государство, самоуправление и частный бизнес. Очень хороший пример – это Лепайский порт. После развала Советского Союза Лепайский порт выглядел как руины после войны, потому что это был чисто военный порт, там не было инфраструктуры для перевалки грузов. Лепай, в принципе, создала все с нуля, и в Лепай заложена основа, например, в правлении, там участвуют три члена правления с частного бизнеса, три с государства, три с самоуправления. И вот так между собой содействие они вот этот порт подняли. То, что касается новой реформы, выкидывать самоуправление полностью – это ошибка, так нельзя, потому что все-таки самоуправление владеет и землей, и недвижимостью, и самоуправление должно участвовать в действии порта. Плюс в новой реформе у нас вот опасения насчет бизнеса. Да, да, говорится, что мы сможем там участвовать как консультативный совет, но все-таки бы хотелось больше участвовать в работе порта и влиять на какие-то решения. Или в виде особого совета, который надзирает направление, или в виде хотя бы представителя направления. Об этом мы много писали, дискутировали. Ну, какая реформа есть, так и есть. Сейчас она, да, отправлена. Но будем смотреть дальше, если она возьмет в САИМ, будем предлагать следующие там изменения, чтобы активнее включить и страну в бизнес, не только, чтобы участвовало государство. Плюс у нас были опасения насчет конкуренции, так как это капитал с обедрением. Да, общество капитала. Да, ну, в принципе, общество капитала, которое должно заниматься прибылью и по правкам в законе ограничений в этом не будет. И у нас большое опасение, например, с такой государственное общество решить за государственные деньги, взятые кредиты, построить рядом терминал. Мы просто опасаемся. У нас же получится государственный терминал, государственная железная дорога. Но мы опасаемся, что, в принципе, это угроза конкуренции и бизнесу. Это, конечно, нам говорят, что такого не должно быть. И разные есть антимонопольные законы. Да, мы с этим согласны. Есть такие законы. Но, в принципе, немножко надо доработать. Ну, например, то, что касаемо статьи закона, где написано, что порт сможет вести любую хозяйственную действенность. Мы уже давно предлагали, чтобы написать, что порт везет ту хозяйственную деятельность, которую не предлагает там частный сектор. Ну, тогда риск. Вот это те опасения, которые все-таки в законе не включены. Что касается Риги и Венспилса, это понятно. Что касается Лепой, там, где свободная экономическая зона, вот на ваш взгляд, есть ли потенциал у этого порта тоже? Ну, у Лепой очень большой потенциал. И Лепая по потокам груза, разновидностей грузов, она развивается и продолжает развиваться. К сожалению, Венспилс утерял ту силу, которую раньше имел по грузам, именно по объемам груза. Хотя, думаю, мощность у Венспилса очень большая. И очень большие такие возможности переваливаются. То Лепая показала, несмотря на все сложности, что возможно работать и позитивно. И это Лепайский пример очень позитивный. И, в принципе, с Лепой можем брать пример. Мы вообще-то предлагали, может, новую реформу. Почему вот эта реформа выглядит в таком виде? А почему нам бы Лепайская модель не опробовала в основе? Точно. Ну, например, правление, да. Три бизнеса, три государства. Можно и так реформировать спорты, взять уже готовые модели, как Лепай, и это принести на Рейку и Венспилс. Может ли эта вот история громкая, которая была прикована пару недель тому назад, всеобщее внимание не только средств массовой информации, это вот решение первой инстанции, правда, суда в отношении Лэнберга, это как-то может повлиять на развитие вот Венспилсской портовой инфраструктуры? Потому что, ну, не секрет, что последние, не знаю, лет 25, минимум, если не все 30, все-таки Лэнберг был ключевой фигурой не только в городе, но и, наверное, в этом транзитном бизнесе в Венспилсе, по крайней мере. Ну, я никак не связываю судопроизводство в уголовном процессе с транзитными грузами, с отношением клиентов. Это разные вещи касаемо уголовного процесса, это уголовный процесс, который шел и продолжается там это все в судопроизводство, руководство терминалов, руководство разных терминалов железной дороги, они продолжали работать и общаться с клиентами, так и общаются. Так что эти вещи не связываются, хотя бы кому-то и хотелось. Это разные вещи, это никак не влияет на работу порта. Да, вот такой вопрос, который хотел задать, учитывая, я думаю, наши радиослушатели тоже помнят ваш большой опыт работы в профсоюзах, но вот сейчас мы наблюдаем такую уже вторую волну пандемии, нам говорят о третьей волне. Вот на ваш взгляд, как вам кажется, достаточно ли вот тех механизмов помощи, которые сейчас правительство задействует, нужно признать, что в последнее время в этом смысле работа активизировалась, и вот уже принято решение о выплате вот этих пособий на каждого ребенка, по 500 евро впереди, и вот выплата единовременных пособий по пенсионерам, видимо, там тоже будет такое решение принято. Вот как вам кажется, что у вас на ваш взгляд правильно делается, что может быть неправильно, с точки зрения вот поддержки жителей простых? Ну, вы тут затронули очень тяжелую и больную тему, и она и связанная с портами. То, что работники портов, терминалов, в принципе, не видят поддержки государства в нашу сторону, в том числе связанной с пандемией. Пандемия затронула нас. Например, то, что касаемо терминала, мы сколько раз уже просили, чтобы нас или отсрочили, или снизили плату, разные платы, которые нам надо платить Метспольскому порту, самоправлению, чтобы освободили от этих плат, ну, как, например, в первой волне там закон налоги на недвижимость передвигали. Нам, к сожалению, отказывают. Плюс у нас ни один работник не отправлен, не устоит. Эти большие, так называемые, вирусные деньги, которые предусмотрены на разогреве экономики, в сторону портов вообще ничего не идет. Хотя бы вот надо было вот в ту сторону перенаправить, и, в принципе, порт, ну, например, если бы просутизировать какой-то терминал, и терминал бы мог клиенту дать совсем другую цену, я вам гарантирую, что он бы заработал. Это быстро бы вернулось обратно. Но, к сожалению, эти деньги уходят в другие отрасли, да, у нас есть разные программы. Я понимаю, что надо поддерживать все отрасли, все терпят, но вот то, что касается именно транзитной отрасли, там поддержки мы вообще не чувствуем. Несмотря на то, что мы пишем и думаем, мы даже не видим, мы даже не видим, ну, пора сказать. Да, не предусмотрено, да. Для нашего, то, что касаемо других отраслей, надо позволять бизнесу работать. Ну, я вам, к примеру, приведу туризм. Я участвую, да, в группе туризма, возобновления туризма, и мы уже давно предлагаем разные варианты, как возобновить какой-то поток людей, например, соблюдая все эпидемиологические правила, их, например, встретить на границе, сделать им анализы, привезти в гостиницу, ну, все контролируемо. Потом их там покормить, оттуда отвезти на каких-то объектах, посмотреть, которые находятся в природе. Ну, все это можно сделать. Это касаемо и других отраслей. Надо стараться, вот в этом я не вижу какого-то прогресса, прогресса, ну, не вижу какого-то плана, как надо позволять бизнесу потихоньку самому себя обеспечивать. Невозможно все время просить денег, и все равно не будет хватать, потому что никто же не освободил от арендных планов, никто не освободил от полностью не освободил каких-то налогов, подоходных налогов, НДС, но это все надо платить, все есть. Конечно, НДС, если нету оборотов, нету НДС, если нету денег, и нету, не надо налогов платить, но есть все текущие издержки, работников сколько долго можно не устроить держать. Вы абсолютно правы, особенно вот сейчас в свете вот этого проекта или плана правительства запретить работать неудаленно, да, вот я знаю, что ассоциация экспортеров вчера уже выразила недоумение конфедерации работодателей, потому что, ну, может быть, какие-то офисные работники еще могут работать удаленно, они сейчас это уже делают по возможности, но вот как представить, что будет работать удаленно, вот те работники, где действительно нужно что-то делать, я извиняюсь, руками, это и вся погрузка, вот что касается транзитной сферы, и автотранспорт, грузовой транспорт, логистика, как это можно делать удаленно, я не очень представляю. Я вот тоже не представляю, как может, да, портовый работник, который шартует судно, работать удаленно, и много портовские складовые работники, как могут работать отдаленно. Все, сколько я знаю, все предприятия так уже соблюдают все максимально все мероприятия эпидемиологические. Да, потому что никто не заинтересован, что коллектив заболел, и что это, в принципе, болезнь может вывести из строя все предприятия. Но если офис заболел, то это чревато практически уже обанкротом, потому что если бухгалтер не может вести свои дела, финансист, юрист просматривает договора, если он больной, он не может работать. Из-за этого офисные работники уже давно переведены, и предприятия об этом думают. им дают перчатки, защитные средства. Это все происходит. Но вы затронули про автоперевозки. Да. Автоперевозки. Вот еще недавнее время назад значит на авторские перевозки было отнесено правило, что передъездом в Латвию должен быть стан негативный ковид-тест. И вот тут то, что касаемо грузовик-привозок с России и с Белоруссии для шофера 72 часа рассчитать, как он должен подъехать с границы. Плюс на трассах нет в России мобильных пунктов для сдачи анализов. Если нет, здесь далеко, это вообще невыполнимая просьба была, условия. И мы вот я рад, что министр транспортной авто, авто дирекция нас услышала. И там была активная работа, и слава богу, для перевозчиков отменили вот это правило, что значит грузовые дожди больше не угрожают грузовым потокам. У нас был такой риск еще неделю, две назад. Да. Так что мы постоянно следим за разные новые общества, как ограничения, ну и стараемся с ними работать, чтобы максимально не затронуло бизнес. Но то, что вы говорите всех перевести отдаленно, ну это конечно неприемлемо. У нас уже так, уже есть правило соблюдать дистанции, у нас есть правило соблюдать количество людей в помещениях. Все это делается. может надо смотреть причины на распространение вирусов в других местах, где у нас, что у нас например происходит в общественном транспорте, как там перегруженность, очень много разных фотографий между вирусом даже в социальных социальных. Да, вот я помню, что когда вы возглавляет профсоюз судебных, работников все-таки вам удалось достучаться до и министерства, и правительства, и все-таки работникам повысили заработную плату, значит, все-таки если активно работать, можно достучаться до власти, да, вот учитывая ваш опыт. Конечно, конечно, можно, за этого и создается, за это прямая работа всех ассоциаций и и профсоюзов, просто иногда бывает так, что без каких-то активных протестных движений невозможно достичь результата. Вот надо свести к минимуму это, чтобы наши услышали сразу, сразу же обрис, сразу, чтобы слушались, обрисовая, какие есть риски, какие могут быть убытки, пример с этими ковид-тестами для автоперевозчиков. Вот это был бы прямой удар по перевозкам и много было неотвеченных вопросов. И есть много чиновников, особенно министерства транспорта, которые понимают, и мы очень активно работаем, чтобы улучшить максимально в этих сложных обстоятельствах работы бизнеса. правы, да, слышат, а не точно совсем не слышат, совсем все плохо. Только часто у нас мнения не совпадают или кажутся странные какие-то решения. Так называются министерства, которые отвечают за распространение вируса. Да, вот такой еще вопрос связанный как раз с работой на удаленке. Вот здесь есть и другая сторона медали. Мы знаем, что госуправление, муниципальное управление, вот это те люди, которые первые перешли в основном работу на удаленке, и вот уже после этого появились разные разговоры о том, что может быть действительно надо подумать, что это как раз сигнал к тому, что нам нужно продолжать интенсивно сокращать количество людей, занятых в госуправлении. Как вы считаете? Ну, насчет так называемого секта чиновников, как у нас, как каждый новый выбор, об этом говорится, об этом разные планы рассчитывают. Я думаю, что надо было бы посмотреть эффективность работы и министерств, и связанных учреждений, что каждый делает. в бизнесе это очень все просто, есть разные методы, как считается, эффективность работы, эффективность разных степочек, как работает, начиная с написания документа до его дальнейшего продвижения. Вот я думаю, что и пора в государственном секторе посмотреть, нету ли слишком много у нас функций, которые дублируются. Я согласен, что этот вопрос надо решать уже в ближайшее время, но как-то мы дальше разговором не идем. И так получается, что бизнес старается работать эффективно, а то, что касается, когда мы сталкиваемся с практическими вещами, которые надо решать или в самоуправлении, и по ответам наивыщем, что мы сталкиваемся. Одно согласование, на другом согласование, директор на директоре, и получается три директора, один работник, но это многого, в мире, когда в департаментах даже не будет точно сказать, но есть такое, надо пересмотреть. может быть, такой последний вопрос, но фактически возвращаясь к тому, с чего мы начали, все-таки учитывая ваш прогноз и беседы с Белоруссией, может быть, с российскими партнерами, если вдруг все-таки ситуация улучшится, когда это может произойти, и будут ли вообще готовы наши порты к увеличению грузов, потому что мы все-таки всегда надеемся, что рано или поздно ситуация улучшится, ведь понятно, что если нет бизнеса, то стивидоры уходят, сокращают людей, вот нет такой вот уже кризисной ситуации, что когда грузы все-таки пойдут хотя бы увеличиться поток, то мы не сможем просто их принять. То, что касаемо и России, и Белоруссии, мы активно участвуем, например, в России будем участвовать Trans Russia 2021, мы уже свои заявки отправили и многие предприятия, то, что касаемо в Белоруссии, мы будем делать круглые столы, совместные выставки, когда это уже позволит эпидемиологическая ситуация, когда сможем уже так свободнее передвигаться. Это мы продолжаем эту работу, чтобы не потерять контакты, клиентов. То, что касаемо грузов, мы стараемся не растерять наших работников, например, мы стараемся какие-то виды грузов, которые ушли, заменить другим. Ну, как пример, российский уголь, может быть, можно заменить белорусские деревопродукции, потому что степеналы, это позволяет. Мы уже так снизились к минимуму работа некоторых терминалов, но нефти, стоят, но мы стараемся перевести на работу другие терминалы, где работа есть, чтобы их не растерять. Мы их держим и обучаем другие профи, чтобы могли, если вдруг походят этот груз, вернется, чтобы сразу вернуться хотя бы, например, на корейную сон. Мы вкладываем деньги, чтобы наш работник по миру не разбежался. Да, это очень важно. Спасибо большое за эту беседу. Рекс Пул у нас был на прямой связи. Спасибо большое. Спасибо вам.